Здравствуйте! На этой неделе в Алтайском крае пройдет научно-практическая конференция по развитию культурно-познавательного туризма. На ней обсудят вопросы, связанные с сохранением культурно-исторического наследия, традиционных национальных культур, народно-художественных промыслов и их интеграции в сферу туризма. Сегодня в нашей студии Ольга Николаевна Труевцева, заведующая кафедрой историко-культурного наследия и туризма Алтайского государственного педагогического университета, профессор, доктор исторических наук. Здравствуйте, Ольга Николаевна! Здравствуйте! Расскажите немного о конференции, какие вопросы будете на ней затрагивать? Буквально несколько слов о конференции. Хорошо, спасибо. Я бы хотела сказать о том, что это уже четвертая конференция такого уровня очень высокого, которая проводится с силами нашего управления по туризму. Это очень значимо, поскольку организация очень авторитетна, не только у нас в крае, очень известно достижение в сфере культуры во всем сибирском регионе, в России, в зарубежье. И это очень значимо для нас сегодня. И эта наша конференция тоже является очень авторитетной. Какие вопросы будем затрагивать? Но, вы знаете, темы самые актуальные, потому что в прошлом году на этой конференции затрагивала одна из самых актуальных проблем – это роль музеев в развитии туризма, интеграция музеев в сферу туризма. У нас как раз на тот момент были очень серьезные проблемы, потому что сфера туризма развивалась своим путем, музеи своим путем, и очень важно было интегрировать эти два направления. Сегодня я хочу сказать, что эти проблемы решены во многом, наверное, благодаря тому, что состоялась такая конференция. И тема сегодняшняя вновь очень важная, вновь актуальна. Как этнокультурное наследие интегрируется в сферу туризма? Я думаю, что здесь будут высказаны интересные предложения, которые помогут интегрировать как раз этнокультурное наследие, которым у нас богат наш Алтайский край. Мы с вами знаем, что около 150 национальностей в крае проживают. Проблем в связи с этим очень много. Я думаю, мы сегодня с вами коснемся этих проблем, поговорим о них. Но вот спасибо большое организаторам нашей конференции, что такие актуальные, значимые проблемы ставятся и пытаются их решить. Ну а все-таки конкретнее, какую роль играет конференция? Какие вопросы именно решаются на этой конференции? В чем полезность этой конференции? В чем полезность? Вы знаете, конференция всегда, это очень важно и очень полезно для каждого специалиста, который в этой сфере работает. Мы работаем, 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 и кажется, вот, ну, иногда нам нет времени заглянуть, а что в том регионе, а что в том. Не всегда мы можем съездить, не всегда можем ознакомиться с опытом работы, а здесь приглашаются лучшие специалисты. Вот, в частности, здесь будут участвовать такие уникальные специалисты из сибирских регионов, из зарубежья, кстати. Поэтому услышать их отношения, да, узнать об их опыте, вообще посмотреть, какие тренды сегодня в этом направлении, в разных регионах, в разных странах мира. Ну, а потом, ведь очень важно, сейчас такая конкуренция между регионами, Кемеровская область, да, Красноярский край, Омская область, Новосибирская область. И я так считаю, что с конкурентами лучше дружить, чем бороться. Поэтому очень важно знать, чем они живут, как работают, чтобы нам этот опыт использовать. Вот, это, безусловно, интересно. Мне вот, что хотелось, какой вопрос хотелось вам задать. Насколько вообще в Алтайском крае востребованы такие этно-туры, туры, связанные с культурным наследием? Как это отследить? Вот прямо в точку попадаете. Можно ли это отследить? Прямо в точку, вопрос непростой. Но я бы хотела так немножко углубиться и сказать, что, понимаете, вот мы уже с вами сказали, сколько у нас национальности проживает. Но, к большому сожалению, такого бы огромного музея, музея под открытым небом, этно-музея у нас до сих пор нет. Есть у нас парк-легенда, да, но я бы поспорила, что это музей или это просто парк, который, ну, я бы так сказала, далек от научных основ интерпретации культуры народов. Очень важно ведь сегодня особенно, чтобы мы давали научную основу. И вот в этой связи я бы хотела сказать, мы идем верным путем у нас в Алтайском крае. Почему? Потому что у нас этно-культурное наследие пропагандируется, популяризируется через центры культуры. И вот сейчас мы можем назвать уже серию таких центров, в которых вложены хорошие средства, потому что это были по грантам губернатора финансировались эти центры. Мы можем сказать, что вот совсем недавно центр культуры Кумандинцев, да, в Завьяловском районе, мы можем сказать, в Завьяловском районе, в Завьяловском, правильно, районе, мы можем уже назвать такие центры, которые стали популярными. Это в Завьяловском районе мордовской культуры, да, центры немецкой культуры. То есть они постепенно, постепенно появляются по всему Алтайскому краю. Да, и очень важно еще почему, что при центрах. Дело в том, что рассказать о своей культуре, вот я глубоко убеждена в этом, может только носитель этой культуры. И международный опыт, кстати, говорит о том, что хорошими экскурсоводами, интерпретаторами культуры могут быть только ее носители. И вот очень верный путь выбирает Алтайский край, который развивается именно в этом направлении. Я так думаю, что верный тренд, который мы развиваем. А какие еще виды туризма включают в себя это направление? Ну, вы знаете, здесь много можно назвать и детский туризм, и, да, образовательный. Но я бы вот хотела обратить ваше внимание на образовательный туризм. Почему это сегодня важно? Вот сейчас есть федеральная программа «Живые уроки». И мы у себя на кафедре со своими студентами, очниками, заочниками пытаемся как раз оживить нашу историю какими-то фрагментами из русской традиционной культуры, из культуры разных народов, которые проживают у нас в Алтайском крае. Каким образом? Через интерактив, через воспроизводство объектов культуры, элементов одежды, например, да, скажем, предметы быта. И когда мы детям рассказываем, не просто рассказываем, что вот есть такой народ, что у него такие культуры, а когда мы приходим к ним в традиционной одежде, показываем предметы быта, которые были и которые используются в нас, исполняем песни, да, какие-то там танцы, какие-то обряды, которые существуют у этого народа, то совсем другое. Дети уходят, запоминают, привлекают своих родителей, привлекают их в туры, правильно, посетить. Это такая цепочка получается. Конечно, конечно, только через образование можно привлечь внимание, особенно детей и молодежи. А старое поколение, которое уже прошло этот период образовательный, вовлечь в эти туры очень непросто, прямо так скажу. Мария Николаевна, скажите, а как культурные объекты подстраиваются под туристические, как это происходит, вот этот процесс перехода? Под туристические, вы знаете, если... Кто им помогает сделать из культурного объекта туристический объект, именно чтобы туда приезжали туристы, смотрели... Вот я приведу такой пример. Есть республика Бурятия, там проживают семейские старообрядцы. И именно культура семейских включена в список шедевров мирового наследия ЮНЕСКО. Что им это дает? Вы знаете, это дает очень много. Во-первых, реклама. Во-вторых, поддержка. Но я не могу сказать, сколько там из-за рубежа идет поддержка. Я, может быть, даже посомневалась бы в этом. Но то, что открывает свою культуру для туристов это наследие, это удивительная культура. Мы тренируем опыт наших... Я думаю, да. Я думаю, да. И у меня как-то есть тайная надежда, что кумандинцы у нас получат возможность быть включены в список шедевров мирового наследия ЮНЕСКО. Мне кажется, можно к этому подвести, можно сделать, но очень непросто это сделать. Очень непросто. Ну и последний вопрос, наверное, на сегодня. Буквально в двух словах. Какие тенденции сегодня есть в развитии культурно-познавательного туризма? Какие тенденции? Главная тенденция — сохранять наследие. Потому что образовательный туризм, он базируется на объектах историко-культурного наследия. У нас край уникальный. 4500 объектов, включенных в реестр. Разнообразные. И археологическая, и объекты Великой Отечественной войны, и этнографические. И у нас есть все для того, чтобы стать востребованным в сфере туризма краем, чтобы развивать разные туры, разные виды туризма. Благодарю вас за эту интересную беседу. А время нашей программы подошло к концу. До встречи в эфире.